МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ясен план, скорее, за дело. Какие работы проведут в Атомграде? Химия нужна мне будет для поступления в медицинский университет, потому что я хочу пополнить в будущем ряды врачей. Будущие ученые-врачи изучают химию со школьной скамьи. Я хочу в столовой, мне очень нравится, очень вкусно. Всем советую. Вкус детства. Школьники рассказали, чем их кормят в столовых. Цель этой акции – помочь птицам, чтобы они зимой не голодали. Корм в каждый клюв. Волонтеры Десногорска продолжают добрые дела. А теперь об этих и других событиях подробнее. В 10 национальных проектах, утвержденных президентом в мае, участвует и Смоленская область. Из 12 направлений для Смоленска ключевыми стали демография, здравоохранение и образование. Уже в 2019 году для области планируется приобрести 10 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 6 флюорографов и 4 мамографа. Оборудование поступит в онкологический диспансер, областную и детскую клинические больницы, больницу скорой медицинской помощи и в Сафоновскую центральную районную больницу. Открыть свои двери для малышей должны два новых детских сада в поселке Миловидово и микрорайоне Королевка. Губернатор Алексей Островский предупредил подчиненных, что реализация этих проектов находится на его личном контроле. В Десногорске обсудили предстоящие работы по программе «Комфортная городская среда-2019». Где и какие виды работ будут произведены, смотрите в сюжете. На совещании рассмотрели направление благоустройства и развития мест отдыха в городе. Ранее проведенным голосованием жители отдали предпочтение развитию набережной Десногорска. 7 февраля обсудили соответствующий проект. Были отмечены основные точки приложения усилий. Это восстановление бетонного основания набережной, а также восстановление спусков к воде. Помимо этого в планах есть зонирование территорий набережной, создание парковок, пешеходных дорожек и мест отдыха. Подготовка проектно-сметной документации ожидается в ближайшее время. Также рассматривался вопрос ремонта придомовых территорий. Жители города предоставили 4 заявки на ремонт своих боров. Первый микрорайон, дом 1, заявляется на ремонт проезжей части пешеходных зон, тротуара, зона пожарного разворота. Заявки на ремонт территорий в первом, втором, третьем и седьмом микрорайонах рассмотрены и утверждены. Утвержденный план благоустройства общественных территорий города. Работы проведутся на пешеходной дорожке вдоль третьей и четвертой школ и в парке в четвертом микрорайоне. Блестящая идея пришла Алексею Островскому на расширенном заседании коллеги регионального департамента по социальному развитию. На собрании рассмотрели некоторые нововведения, которые улучшат жизнь горожан. Два года назад по поручению губернатора в Центре социального обслуживания населения открыли дом ветеранов. Успешный опыт решили повторить на территории всех без исключения муниципальных образований. К осуществлению плана приступят уже в этом году. Школа-храм науки. Именно здесь закладывается фундамент для будущих открытий и свершений. Наша съемочная группа побывала в четвертой школе на уроке химии. Подробности в сюжете. Восемь часов утра. Реактивы на партах. Задания на доске. Ученики 11-го физико-химического профильного класса сравнивают свойства кислот. Нагреть и сделать вывод после каждого опыта – основные задачи практической работы. Уже сейчас школьники понимают всю необходимость изучения естественных наук. Очень важно знать, из чего состоит продукт, какие химические вещества в него входят. Также дома химия тоже очень понадобится, потому что, допустим, чтобы очистить кастрюлю, какие-то пятна на рюклажке. Химию как профильный предмет ученики выбирают не случайно. Мне нравится как наука. На первом курсе в институте МИФИ она будет, поэтому я изучаю. Химия нужна мне будет для поступления в медицинский университет, потому что я хочу пополнить в будущем ряды врачей. Изучение этого предмета несет и практическую пользу в повседневной жизни. Заходя в магазин, лично я обращаю внимание на этикетки продуктов питания, что входит в состав. И могу различить, и детей этому обучаю, вредные и безвредные добавки. А также такие простые вещи, как вести дачный участок, какие минеральные удобрения, в какой период вносить. Все этому обучает химия. И ведь действительно, составив химическое уравнение, этим детям станет гораздо легче решать уравнение взрослой жизни. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Ничего святого. Мошенники предлагают провести церковные обряды в любом храме России через интернет. Как утверждают псевдоправославные сайты, заказать молебен, панихиду, сорокауст и другие таинства можно, не выходя из дома. Смоленская епархия предупреждает доверчивых людей о том, что никакого отношения данные сайты к Русской Православной Церкви не имеют. И деньги, которые доверчивые граждане отправляют на неизвестные интернет-ресурсы, попадают в карманы мошенников. Услуга при этом остается неисполненной. Подкрепиться или отравиться. Питание в школьной столовой – лотерея некоторых образовательных учреждений по всей России. А чего ждать от питания в школах Десногорска? Смотрите в сюжете. С начала учебного года по всей стране прокатилась волна массовых отравлений в школьных столовых. Десятки пострадавших учеников, некоторые в тяжелом состоянии. Причина в халатном отношении взрослых к здоровью детей. Это и антисанитария на кухне, и банальная экономия на продуктах. Школа номер один Десногорска. Ученики начальных классов спешат в столовую. Гранит науки грызется легче на сытый желудок. Вилок и ложек хватило всем. Персонал приводит в порядок столы и помещения в ожидании следующей перемены и следующих классов. Идем за кулисы. Процесс приготовления начинают с мойки. В специальной ванне промывают мясо, рис, макароны. Все чисто и постоянно проходит обработку. Школы регулярно проверяют сотрудники санэпидемстанции. В холодильниках для продуктов тоже все в порядке. Никаких остатков или заготовок на черный день в школе нет и быть не должно. На кухне тем временем готовят завтрак для детей постарше. И даст соответствует тому, что заявлено в меню. После каждого приема пищи оставляют контрольную пробу блюда. Здесь у нас хранятся пробы. Их ставит наша медицинская медсестра. Вот здесь у нас написано понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Вот и складывают пробы. И группу продленного дня, и завтрак горячий. В случае инцидента эти пробы помогут разобраться, в чем причина отравления. В другой школе Десногорска та же картина. Стандарты питания едины, соблюдаются всеми образовательными учреждениями. Сегодня на завтрак тушеный картофель, куриное мясо, хлеб и чай. Все свежее, а главное, соответствует принятым нормам питания. А еще наверняка это очень вкусно. Будем пробовать? Проблем с продуктами у десногорских школ нет. Ингредиенты поставляются одними и теми же проверенными поставщиками многие годы. Каких-либо случаев отравления зафиксировано не было. Мне очень нравится быть в столовке, потому что там вкусно готовят. Я включу в столовой, мне очень нравится, очень вкусно. Всем советую. Аппетиты настроения школьников – один из главных показателей качественного питания. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. В Смоленске продолжается всероссийская акция «Безопасное детство». Детский сад «Стриж» благополучно завершил три обязательных этапа программы – подготовительный, основной и заключительный. Каждый из этих этапов включает в себя различные мероприятия. Не бегать на проезжей части, не брать спички, быть внимательными на улице и дома. Все эти знания ребята получают в игровой форме. Они занимаются поделкой, рисуют правила безопасности, даже поют песни и танцуют. В каждой группе установлены тематические стенды, а в коридорах – игровые площадки на различные темы. После благополучного воспитательного процесса в детском саде «Стриж» эстафету передадут другим дошкольным учреждениям. 7 февраля возле памятника «Ангел мира» прошла очередная акция «Заботы и внимания». На этот раз добрые руки молодых волонтёров смастерили кормушки для пернатых. Подробности в сюжете. Кормушки с яркими рисунками принесли с собой почти все участники акции. Они станут не только основным источником прикорма для пернатых, но и украшением дворов города. Проявить заботу о птицах волонтёры планировали давно. Мы планируем ходить по микрорайонам и развешивать кормушки. Также призывать туда птицы и кормить их. Цель этой акции – помочь птицам, чтобы они зимой не голодали. Делать добрые дела нужно уметь. И фразу «Не навреди». Волонтёры тоже учли. Всем ребятам раздали памятки. В них изложена подробная инструкция по привлечению птиц. Если птицы не будут есть из кормушек, получается, они будут погибать. А каждая птица спасает как минимум три дерева. А одно дерево как минимум даёт кислород трёх людям. Пройдя инструктаж, ребята распределились по группам. Каждая из них направилась в свой микрорайон. Найдя оптимальное место, волонтёры повесили кормушки и щедро насыпали пшено на дно. А после установили памятку для всех, кто хочет присоединиться к акции «Добрых дел». Корм в каждый клюв. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Специалисты национального парка «Смоленска-Поозерия» провели в Красном Бару соревнования по бёрдингу. Командам выделили всего два часа, чтобы заметить, сфотографировать и распознать как можно больше видов пернатых. Несмотря на зимний период, лес полон птичьих голосов. Достаточно вооружиться биноклем и качественным фотоаппаратом. И вот она, заветная цель. Лучше остальных в соревнованиях проявила себя команда «Серые волки», которая является не только участником, но и одним из организаторов. На сегодня это все новости. Всё самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!